Карагандинские фермеры остались без кормов из-за нашествия сайги. Огромное стадо вытоптало 150 гектаров посевов. Есть ли способы защитить поля фермеров, выясняла Людмила Батюшкина. Сайга под охраной государства, но Аман Карибаев считает, что пора защищать его самого от этих краснокнижных животных. Огромное стадо в 3000 голов начисто вытоптало 150 гектаров посевов ячменя и сенокосные угодья у фермера из села Батыкшетского района. Зерно предназначалось на корм 150 голов коров мясной породы ангус. Чем теперь кормить поголовье фермер не знает. Ну, представьте себе, сразу 3,5-4 тысячи заходят, это вообще капец. Садимся на мотоциклы, выгоняем их. Вот выгоняет с одной стороны, они круг делают, они еще быстро бегают, они забегают с другой стороны и опять. Если ее так оставить на самотек, думать о том, родить о том, что это наша, так сказать, достопримечательность Казахстана, то мы так без хлеба останемся все вместе. Больше двух тысяч, трех тысяч голов сайги затоптали весь потех. Спасибо, и поляка. Отгонщики на мотоциклах и машинах пытаются выгнать сайгу с полей, но стадо слишком большое, оно возвращается с другой стороны. Если животные облюбуют его земли для миграции, дело совсем плохо сетует фермер. Раньше батык был лимзаводом батык по выращиванию казахской белоголовой. На тот момент, когда потрава шла со стороны сайги, то из бюджета выделялись средства, машины выделялись, отстрел производился. То есть выгонялись с полей, потому что потрава колоссальная была. А сейчас вопрос такой стоит. На эту сайгу стрелять нельзя. Стрелять, что, соответственно, там есть свои штрафы, судимость получить нужно. В инспекции лесного хозяйства и животного мира подтвердили, что за последний год битпагдалинская популяция сайги выросла в полтора раза с 745 тысяч особей до 1 150 тысяч. В этом году в управление сельского хозяйства поступило 5 жалоб от сельхозпроизводителей. Аман Карибаев пострадал больше всех. Остальные фермеры били тревогу, что стада сайги подходят к их полям, говорит руководитель Карганинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Вопрос охраны посевов сельхозугодия, это в основном на самих крестьянах. Потому что они должны сами охранять свои посевы, они должны набирать объездчиков, которые не должны допускать. Единственное, у нас задача охотно-зоопрома и нашей инспекции – это вопрос охраны сайги, чтобы она не погибала от браконежки и так далее. А уже вопросы именно содействия, мы принимаем все меры необходимые, что в наших силах и оказываем помощь крестьянским хозяйствам в отгоне этих животных. Проблемы начались в прошлом году, говорят в инспекции. Сайга вытоптала тогда 30 гектаров. В этом году ущерб вырос в разы. В Минсельхозе фермеру посоветовали подавать в суд вот только на кого. В Казахстане нет никакой методики возмещения убытков из-за потрав сайги. Хотя вопросы фермеры поднимают уже не первый год. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал.